99,6 ВФМ, это Финам ФМ, вторник 22 января, 11 часов и 4 минуты, а значит пришло время программы Pro и Contra в студии Константин Андреев В аппаратной наш бессменный продюсер Элина Бузкая и звукорежиссер Анна Соколова Спасибо им большое за эту программу, сегодня поговорим об одной из самых насущных вещей Об одежде, ее производстве, импорте, а главное о том, что мешает российским производителям развивать у нас эту отрасль Сразу представлю наших гостей, сегодня в студии у нас дизайнер одежды, основатель и креативный директор Марк Ло И собственного одноименного, я бы сказал, бренда, да, Яна Недзветская И генеральный директор компании спортивный мерстерса Александр Черный, я правильно ничего не перепутал Также у нас сегодня на связи основатель и генеральный директор компании Мануфактура Малюгина Выпускающий одежду под маркой Соло Александр Малюгин, он присоединится к нам во второй четверть часовки Для того, чтобы не быть голословным, сразу давайте начнем принимать ваши звонки и ваши замечания на электронную почту Для этого у нас есть телефон 6510996, код города 495 и адрес нашего сайта finam.fm Страничка программы Pro и Contra И вопрос, который я хотел бы вам задать Носите ли вы что-нибудь из одежды российских производителей Может быть вы принципиально покупаете, скажем, какие-то отдельные отечественные марки Может быть вы расскажете интимные подробности Может быть вы носите какое-то отдельное белье или я не знаю Или может быть у вас пальто какое-то специальное И сразу перед началом разговора я хотел бы просто буквально две цифры озвучить По данным за 2006-2010 год доля отечественных производителей в общем рынке объема одежды в России составляет чуть более 12% Вдумайтесь в эту цифру, 12% всего-навсего При этом российский рынок одежды, как уверяют эксперты, не полностью насыщен и является малорискованным То есть возможности инвестировать в эту отрасль есть и их более чем достаточно При этом за тот же период с 2006-го по 2010-й год объемы продаж одежды в России выросли на треть Кто же удовлетворяет этот спрос? Ответ очевиден, это импорт, который увеличился за это время более чем на половину 54,5% И мой первый вопрос нашим гостям Собственно, а в чем проблема? Почему вот так, да? Почему у нас 12% при постоянном росте потребления? Ну, почему происходит рост потребления, мне кажется, ответ очевиден Просто мы становимся более благополучны в финансовом смысле И почему импорт? Ян, давайте с вас начнем Я думаю, как вопрос очень простой, потому что мы не конкурентные А не конкурентные, вы понимаете, буквально все Вот, например, мне очень просто сравнить, да, у меня две фабрики Мы производим и в Китае, и в Подмосковье фабрика своя, да? Ян, извините, давайте сразу сначала оговоримся Вы основатель и креативный директор двух марок Вы производите дизайнерскую одежду Да, да, одежда уровня плита-порте То есть это цены где-то в магазине примерно 6-8 тысяч за платье Чтобы тогда люди ориентировались 6-8 тысяч рублей Да, рублей за платье Я считаю, вот в этом сегменте русские еще могут как-то конкурировать Почему, собственно, мы в этот сегмент и переползли? Мы тоже когда-то работали в массовом рынке Ну, как раз конкурировать с западными фирмами в массовом рынке невозможно, да? Потому что пришли монстры огромные, да, сетевые, мировые сетевики И конкурировать с ними, ну, практически невозможно Во-первых, у них опыт огромный наработан А во-вторых, возить в Россию все, начиная от нитки и кончая последней пуговицы Мы работаем в 100% импорт всего Ткани у нас в России нет Хороший Об этом мы еще поговорим Александр, вам задаю тот же самый вопрос Почему, да, мы не можем конкурировать? Почему такой разрыв, 12% только мы обеспечиваем рынка С собственными силами при нарастающем импорте? Да, я понимаю, очень обидные 12% И здесь очень много, на самом деле, таких проблем Потому что, с одной стороны, разрушена текстильная легкая промышленность от советских времен То есть на смену ей ведь ничего не пришло Мы, частные производители, которые построили этот бизнес с нуля У нас не было ничего Ни помещений, ни оборудования, ничего не было И мы не можем сейчас выйти на такой уровень Чтобы конкурировать с огромными европейскими Которые, как я вам сказал, уже заложен опыт И с азиатскими производителями Почему это произошло? Объективная предпосылка здесь сразу же выясняется о том Что государство не было ни программы, ни тактической, ни стратегической Приватизировались эти текстильные легкие фабрики А что пришло на их место? Офисы Да, во многих тех фабриках, которые были в центре Торговые центры, офисы, правильно я? Да, а все отдали под офисы Почему? Как могло такое произойти? Тот, кто хотел хоть чего-то делать У них не хватило, наверное, или выдержки Или, может быть, ума у кого-то не хватило Нет, ну и финансов не хватило Откуда же оборотный срез? Оборотный срез И все пошло, как снежный ком Потом разрушилась система профтехобразования Не стали приходить и молодые швеи Потому что стало как-то непрестижно Или были маленькие стипендии и так дальше и тому подобное Кто будет работать в Москве, кто будет работать под Москвой Может быть, даже по России в целом Гастарбайтеры И в результате мы пришли к 98-му году Когда доллар стоил 6 рублей Мы начали завозиться огромными в огромных партиях Когда валюта кончилась, мы получили 98-й год Смотрите, я хотел вас прервать Значит, вы говорите, что разрушено наследие советского времени К сожалению, это общая тема Все производители российских говорят, что разрушено наследие советского времени Значит, начинают с танков, заканчивают там чем угодно Но есть градообразующие предприятия, есть Ивановская область Город Иванов, там, ну как мы знаем, Райдон Жуанов Город Невест, Ткачихи, то-се Но он же что-то производит, какую-то ткань он производит Неужели она настолько неконкурентоспособна, что из нее можно только ситцевые трусы продолжать шить? Конечно нет, только ситцевые семейники и халаты бабкам Не совсем правильно, Ян, я бы еще сказал, что проблема в комплексе И для элитной, и вип-одежды Понятно, что многие наши ткани не подходят Ну да Потому что наша фабрика, допустим, из отечественного сырья Может производить только спортивную одежду Домашнюю одежду можно, домашний тип Кимоно для дзюдо, кимоно для каратэ, различные виды и так дальше И мягкую балетную углу Больше из отечественного сырья мы ничего не производим Хорошо, секунду, значит тогда давайте так Страна большая, но деньги все сконцентрированы в крупных городах При этом население основное живет все-таки вне крупных городов Денег там особых нет И одеваться во что-то надо Все равно китайские, я не знаю, индийские, вьетнамские производители Насколько я понимаю, все равно все шьется в Азии В большей или меньшей степени Неважно какая там марка, итальянская Она там лейбл Не лакшери, не лакшери, сейчас все шьется в Азии Неужели стоимость настолько мала, что мы не можем даже здесь конкурировать? Ну то есть вы говорите, только халаты и кимоно, как такое возможно? Ну трусы носки-то мы самостоятельно можем производить? Можем, но некрасивые, наверное Ну вы понимаете, я думаю, ну к этим трусам красивым, нужна красивая резинка А красивый резинка у нас не производят Понимаете? Фурнитура вся производится опять в Китае, во Вьетнаме, в Индии И получается, ну вы представляете, сколько надо завести сюда, что выше глупо получается То есть все рынки концентрируются там, где сырье, понимаете, где прикладные Константин, ни в Москве, ни в Московской области вот это очевидно произойдет Здесь ни один производитель частный не выдержит аренды, чтобы производить для такого широкого спроса К сожалению, наверное, все-таки основная причина в том, что у нас маленькие частные предприятия, маленькие И мы не можем конкурировать с азиатскими фабриками, где в день выпускается около десятки и сотни тысяч изделий Потому что, ну это невозможно сейчас это сделать быстро, начиная с нуля, не используя вот этого И там очень низкая, очевидно, за счет этого себестоимость, потом нужно разобраться еще в субсидиях и помощи государству Какие платятся налоги, и так дальше и тому подобное Государство Китайское понастроило фабрику и отдали людям Хорошо, у нас две минуты до новостей, задам один вопрос, как раз по минутке где-то у вас будет на ответы Чуть поменьше, значит, я все понимаю, мы не можем конкурировать, тем не менее Мы можем конкурировать Хорошо, об этом после новостей Но, значит, смотрите Неужели не в состоянии российские производители, вы говорите, все маленькие конторы Я понимаю, у вас свое дизайн-бюро, у вас тоже, да, какие-то свои производства Но неужели вы никогда не встречаетесь и не обсуждаете, ну может быть не вы лично, да, вот сейчас как здесь в студии И не обсуждаете проблемы отрасли Для того, чтобы как-то, может быть, попробовать объединиться Может быть, хорошо, вы шьете в разных местах, но тем не менее, вы же можете Конечно, конечно Существуют выставки Ростекстиль и Рослегпром, например, текстильной легкой промышленности Непонятно, что они сейчас дают российским производителям Настолько они сейчас полезны, потому что 57-й появлен, например, он на этих выставках уже отдан азиатским фирмам Мы встречаемся, мы все обсуждаем Это привело даже к тому, что мы сейчас с отечественными производителями, те, которые находятся в этой сфере, мы даже не конкурируем Мы даже общаемся, мы даже помогаем друг другу, потому что мы понимаем, какая угроза для нас с Азией Мы вот сами русские всегда можем договориться И мы это обсуждаем, мы обсуждаем вопросы сырья, мы обсуждаем вопросы коллекции и так далее Мы даже помогаем друг другу в этой сфере, поэтому здесь-то как бы... Нет, я считаю, мы вполне можем конкурировать именно в сегменте предопарты одежды, понимаете, более высокого уровня Потому что там составляющая как бы интеллекта, коллекции, именно самого таланта дизайнера больше, вы понимаете? Ведь у нас холодная страна, если мы посмотрим одно отопление, а ведь в Азии, да, под открытым небом Понятно? Мы продолжим эту тему сразу после выпуска новостей Зачитаю, вот нам пришло уже первое сообщение Присоединяйтесь к нам 651099.6 Телефон и Finam.fm Это наш сайт Звоните, пишите, про одежду разговариваем Уходим сейчас на новости и вернемся через пару минут 99.6 Finam.fm Продолжаем программу Про и Контра Константин Андреев В студии сегодня у нас в гостях И дизайнер одежды Основатель и креативный директор Марок Ло И одноименного собственного бренда Яна Недзветская И генеральный директор компании Спортивный Мерчерса Александр Черный Мы говорим о том, что мешает российским производителям Собственно делать российскую одежду для нас Для нашего внутреннего хотя бы рынка Продолжаю приглашать вас к дискуссии Дорогие радиослушатели 651099.6 Это наш телефон 495 Префикс Код Москвы И Finam.fm Это наш сайт Страничка программы Про и Контра Вот пришло сообщение Стараюсь использовать одежду К сожалению только милитари стиля Производитель Союз спецоснащения Она и смотрится и очень крепко И качество ткани и швов На самом высшем уровне А также легко стирается Пишет нам Станислав Д. И добавляет, что возможно многие боятся одеваться по-русски Он так написал цитата дословная Потому что чувствуют, что это пережиток советских времен И не очень доверяют, насколько я понимаю Вот кстати вопрос, который немаловажен Насколько по Наверное к Яне сначала, а потом к Александру Насколько мы по Дизайну Готовы Сейчас Конкурировать Ну Мы уже сейчас не говорим, где это шьется Да, мы говорим, кто это креативит условно говоря Кто модельер Насколько мы по дизайну готовы конкурировать Да вы знаете, я думаю, что не то, что готовы А мы давно и переплюнули, честно скажу Потому что вот наши многие покупатели Разъезжая по Европам И видят цены Да, и вот я тоже недавно приехала И еще раз посмотрела Там по 300 евро, извините, такие вещи Шитые сикосно в косякце в том же Китае Понимаете Вполне Но при этом с каким-то шильдиком Да, да, да Но вы знаете, ведь 90% здесь шильдиков Думают, что покупает импортное Покупает же русское Потому что все бренды, которые здесь звучат На иностранном языке И тоже многие бренды русские Поэтому вот эти 12% Вы знаете, черт его еще знает Потому что, а кто считал эти проценты Ведь за каждым иностранным названием Часто стоят русские люди Ведь вы посмотрите Очень много российских компаний Сидит в Китае В том же Гуанчжоу Около Шанхая Да, и там целые офисы сидят А на самом деле Это же русские бренды И оттуда тоже привозят Массу одежды готовой То есть мозги наши, понимаете, да Менеджмент наш Фабрика китайская Мозги наши, а руки китайские А, руки китайские Александр, вы как думаете? Очень жаль, к сожалению Можем конкурировать? Да не можем Мы, я думаю, как правильно сказал Аяна По многим позициям Делаем вещи лучше И, может быть, даже удобнее И больше широкий ассортимент Другое дело, что нам недостаточно времени Чтобы эти бренды Поднять на такой уровень Чтобы они были узнаваемы во всем мире Во всей Европе и так дальше Я приведу простой пример Что мы, например, у нас есть Изделия нарядной гимнастики Ручной работы Вот И это вы сейчас про спортивную линейку говорите? Да, спортивную И ее с удовольствием покупают И в Америке, в Майами, и в Европе Они приезжают к нам И покупают эти вещи То есть без всяких этих То есть это дорогая одежда В которой много затрачено Интеллектуально и другой Других ресурсов Поэтому здесь вообще И если взять Сборные, которые отшиваются Например, по художественной гимнастике Дизайнеры Конструкторы Только наши Да, сырье, к сожалению, европейское Вот И если, например Последний пример Я поехал на итальянские фабрики Этим летом И я ходил только в своих рубашках И в своих брюках Моих личных разработок Моего личного дизайна И так дальше Меня все спрашивали Где я это купил? Где я, Виталий? В каком бутике я это купил? Нет, рекламных бюджетов Я считаю, что русским не хватает Громадных рекламных бюджетов западных Но мы не можем себе позволить На имиджевую рекламу Чтобы вот Раскручивать Определенный суббренд Я лучше Я лучше работница Мы сейчас швеем доплачу Потому что они, к сожалению, бедные Для следующей Мне будут тратиться На эту имиджевую рекламу Это же очень большие деньги И мы вообще сейчас не тратимся на рекламу А вот, кстати, интересно По поводу зарплат Да? Значит, вот мы в первой Часть программы Говорили о том, что понятно Дешевле Вся производственная база Находится в Азии И там Сырье в большей степени Находится в Азии тоже Тем не менее Вот у вас, Ян, есть производство И у вас, Александр Да? Производство есть у вас Вы сказали под серпом Да, да, да Подмосковье Подмосковье А у вас в Москве вообще Да? Основное производство Фабрика При том, что в Москве И в Подмосковье Люди достаточно Ну, так сказать Тех, кого вы можете Теоретически Пригласить на работу Да? Имеет достаточно Высокий запрос Уж в Москве Это я не говорю А в Подмосковье тоже А примерно Вот вы можете назвать Не открывая коммерческих тайн Порядок цен Да? Себестоимости В смысле Я имею ввиду Вещей Работы Работы По пошиву вещей Для Для сотрудника Для каждого вашего Сколько Какая зарплата Какая зарплата И какая удельная Нет, у нас в районе 30 тысяч зарплата На швейной фабрике Я считаю, что это очень неплохо Но учитывая И эту зарплату Понимаете, у нас на фабрике Например, и гастарбайтеры есть Да? Мы их официально покупаем Квоты у государства Да? Заказываем эти квоты И так же работают жители Подмосковья Но послушайте При прочих равных условиях Сидит гастарбайтер Который получает там В два раза больше И в три раза меньше В два в три раза меньше Получает житель Подмосковья Потому что они Как бы им деньги не нужны У меня впечатление, что русским людям Вообще деньги не нужны Гастарбайтеры пашут Отправляют эти узбеки домой Да? Семью содержат огромную А впечатление Вот рядом Вот просто машинки рядом Вы понимаете? Это вот Это же феноменально Почему так происходит И в результате Как бы все говорят Что берут гастарбайтеров Что платить им меньше Это вранье полное Это давно вранье Ничего подобного Их берут Потому что русских вообще нет Это первая Да? Страна пустая И второе Все же получили у нас высшее образование теперь Кому же работает Некому в России Мы же все теперь с высшим Александр, у вас как? Да, но здесь есть Объективная предпосылка Потому что Очень больная тема Разрушена система Профтефообразования Училища, которые Раньше готовили швей Они непонятно где Их вообще нету К сожалению А можно было Если бы их сохранили И платить девочкам Которые приходят С бедных И не совсем обеспечить Семей стипендию Три-четыре-пять тысяч У нас бы было Хотя бы какое-то Не спасет Молодое пополнение Да у нас в стране не хватает Элементарно продавцов Какая же девочка сумасшедшая Пойдет за мотором сидеть Она лучше будет В торговом центре Красоваться Понимаете? Королевой стоять в бутике Но есть люди Которым нравится шить Есть спорные Которым нравится Делать что-то своими руками Я уже давно таких встречаю Есть спорные Которые шьют Отлично к себе И делают хорошие нормы А к нам присоединился Вот сейчас Основатель Генеральный директор Компании Монфактура Малюгина Александр Малюгин Александр Глебович Добрый день Здравствуйте Здрасте Я знаю что у вас Дизайн бюро свое Вы производите Детскую одежду Спортивную И купальники Да так и есть И у вас Производство Расположено тоже В Подмосковье В Дмитрове Да правильно Вот Попробуйте С нашими гостями В студии Поапонировать Им Как вы думаете В чем проблема И насколько у вас Себестоимость Высока Ну В общем то Нет основания Опонировать Вашим гостям В студии По причине того Что Я с ними полностью Просто согласен Единственное Что моя точка зрения Что проблема Состоит в том Что все трудности Легкой промышленности Российской Это государственная политика Все происходит в государственной политике Я напомню Что в 92 году Егор Тимурович Гайдар На всеуслышание С экрана Телевизора Сказал Нам легкая промышленность Не нужна Мы будем Продавать нефть Все остальное купим Нам все привезут Сказал Егор Тимурович И с этого началось Ну что он пошутил Началось разрушение Катастрофическое Планомерное Разрушение Я считаю что это Государственная политика Вот Поэтому Пока Ее не поменяют Пока государственная политика Александр ну вот сейчас Идет разговор о том Что надо слезать С нефтяной иглы Вот ровно Ровно Переориентировался курс Да И тем не менее Все равно мы говорим о том Что вот огромные проблемы У нас нет производственной базы У нас нет сырьевой базы У нас нет людей Которые это все могут шить А те которые есть Не хотят Утратили образование И навыки И просто Глупо Тупо Не хотят это делать Как быть то Как то надо Может быть вы как то Объединитесь производителей И хотя бы начнете В какую то сторону Это сдвигать Вы знаете Производители Пытаются Объединиться Пытаются Объединиться Есть форумы Встречаются На выставках встречаются Есть отдельные Форумы Пока всего этого Просто мало Потому что Государство Ну я разговаривал С одним из чиновников Высокопоставленных На каком то мероприятии Когда Спросил его Про легкую промышленность Он посмотрел на меня И сказал Ваша легкая промышленность В нашем бюджете Исчезающий Мала На уровне статистической Погрешности И повернулся И пошел Вот Поэтому Здесь Производители могут биться Сколько угодно Если есть такая Государственная установка Однако я хочу сказать Что Легкая промышленность Это не такое простое Во-первых занятие А во-вторых Ее ценность Весьма велика Ну хотя бы Как говорил Матвен Покуда голые люди Никакого веса В обществе не имеют Одежда Будет нужна Вот И Так или иначе Так или иначе Производить одежду в России Будут Потому что это еще и предмет Творчества И так наш народ устроен Что мы никогда Мы не откажемся От производства одежды Мы все равно это будем Производить Так вот Легкая промышленность Это то что Быстро может вытянуть Экономику из кризиса Так было в Турции Так было в Китае Так было и в Пакистане И в других странах Потому что Легкая промышленность Это легкий вход в рынок Относительно недорого стоит Оборудование Нет сложных технических условий Для организации Производства Это относительно легко Можно научить людей Работать И это Быстрое удовлетворение Спроса Это самозанятость Это занятость населения Удовлетворение спроса Быстрый оборот И деньги в бюджет И вот Если Мы хотим Изменить Своё положение Нефтяного Источника То Значит Легкая промышленность Это одна из отраслей Важнейших отраслей Которая Может Выступить Если уж не 100% На локомотив Хорошо Не будем об этом говорить Но Совершенно точно Одним из существенных Тягачей экономики Это точно Ко всем вопрос К вам сначала Александр скажите Хорошо У нас есть Табачные лоббисты Да В Государственной Думе В правительстве У нас есть там Спиртные лоббисты Нефтяные лоббисты Когда появятся В органах власти Как вы говорите Лоббисты Которые будут Лоббировать интересы Производителей В том числе Производителей Одежды Лёгкой промышленности Ну К сожалению Даже предположить Не могу Потому что Ресурсы Лёгкой промышленности Ну Прибыли маловато Несколько Но можно Но механизм Покупать не на что Чиновников Нужен Нужно хотя бы Можно я добавить Конечно Вот на уровне государства Чтобы добавить Александра Глебовича Здесь Нужен механизм Чтобы он заработал Вот конкретно Все нам говорят Вы Только жалуйтесь Предложите что-нибудь конкретно Предлагаем конкретно Чтобы обвязать Торговые сети Общеобразовательные школы И так дальше Покупать российское Об этом Поговорим после новостей Сейчас Короткий перерыв Вернёмся 99.6 Программа Про и Контра В студии Константин Андреев Говорим сегодня О производстве одежды И проблемах Российских производителей Одежды До новостей Как раз Начали обсуждать тему Что мешает Что надо сделать Хотя бы первые шаги И вот Александр Чёрный Который Генеральный директор Компании Спортивный Метчерса Говорил нам о том Что проблемы с торговыми сетями Александр продолжай Например Да Например Нужен механизм Вот я был на форуме Там опоры России Которая хотела помочь Там малым и средним предприятиям В том числе и лёгкой Текстильной промышленности Мало чего я услышал Конкретного Вот Теперь значит Что мы можем предложить конкретно Чтобы механизм работал Нужно Чтобы торговые сети Торговые сети Общеобразовательные школы То есть И другие Бюджетные организации Чтобы Законодательно Они Были обязаны Покупать Изделия Текстильной лёгкой промышленности У Отечественных Производителей Ну слушай Ну это всё-таки Кремлёвские мечтания Обязать Хотя бы Процесс 50 Ну почему Дети Например Где покупают Одежду Спортивные школы Сколько Спортивных школ В Москве Подмосковье Почему они не приезжают ко мне Где они одеваются Забываются Конечно Хорошо Они не знают Мы частично Я считаю сами виноваты Как может работать Предприятие Текстильной лёгкой промышленности Когда торговая сеть Самая известная в России Не буду называть её В которой около полутора сотни магазинов А почему они называют Называете Детский мир Ну хорошо Назовём её Детский мир Они не платят денег вам Они этот Они берут продукцию Текстильной лёгкой нашей промышленности А вы не давайте На 180 дней Так вы не отдавайте Я вот не отдаю таким У меня прекрасно Магазины работают свои И хорошо продают Я ни от кого независима Я тоже зависела раньше Вы строите свою логистическую цепочку Открывайте интернет-магазины Интернет-магазины Да Будущее за интернет-магазинами Естественно нужно будет открываться Свои какие-то магазины Это не обязательно В дорогих местах Сначала начинайте В более дешёвых Мы тоже раньше В более дешёвых торговых центрах Открывали Сейчас у нас Самых красивых дорогих Торговых центров магазинов Ну всё равно Всё равно Вот эти Извините за выражение Жирных котов Которые может уже и не живут здесь Ну а что делать Пусть они берут нашу продукцию Нашу швейную продукцию На 30 дней И рассчитываются за неё Пусть берут половину хотя бы Почему Почему мы всё Почему тут всё завозят В студии разгорелась Жаркая дискуссия Я хочу спросить у Александра Малюгина Я знаю что Его коммерческая служба Включает всего два офиса Один в Москве Другой на другом конце России в Новосибирске И при этом как написано на сайте Вы обслуживаете клиентов От западных границ До Камчатки Как вам удаётся Ну Небольшое уточнение У нас сейчас нет офиса В Новосибирске Закрыли его после кризиса После начала кризиса Просто вот так сложилось Вот Но тем не менее Действительно обслуживаем клиентов Начиная от западной границы И заканчивая там На самом Дальнем Востоке Это правда Делаем мы это с помощью просто Ну как Планомерная работа с клиентами И встречаемся И ездим клиентам И звоним клиентам Я не совсем конечно Поддерживаю такую вот Крайнюю позицию Александра Алексеевича Что всех обязательно заставить Хотя Относительно протекционизма Ну было бы наивно думать Было бы просто наивно думать Что нигде нет протекционизма Вы меня извините конечно Я однажды пытался Отправить посылку В качестве подарка Скатерк в Европейский Союз Так у меня это посылку не приняли Почему? Нет нельзя В Европейский Союз Никакую тряпочку отправить нельзя А вы мне говорите про то Что значит Мы не имеем права На протекционизм Мы обязаны Мы обязаны И Здесь же государственный вопрос Цель какая Государственный вопрос стоит Мы Как хотим Дать всем Полную свободу Открыть границы Как мы уже это сделали С вступлением в ВТО Импорт Уже Возрос Пошлина снизилась На импорт Почти до нуля Там по-моему 5% осталось Пошлина на одежду А была до 50% И доходило И Сейчас мы хотим Чего добиться Нет Беспротекционизма Разумного Упорной Заботы Государства Если не законы То хотя бы поправки В том числе Поправки Касающиеся Протекционизма У меня есть по этому поводу Небольшое сообщение Ну во-первых Мы работали в свое время С Минпромторгом У Минпромторга Есть программа Субсидирования Процентных ставок И есть программа Помощи при покупке Оборудования Дорогостоящего Нам к сожалению Не удалось Воспользоваться Субсидиями Минпромторга Потому что Мы к моменту Когда Можно было Обратить субсидии Мы уже все Свои затраты сделали Просто не попали в эту программу Но тем не менее Два последних года Мы получаем субсидии Из бюджета Реально получаем И получали Дело сдвинулось С мертвой точки Но это все еще Пока капля в море Это не государственная политика Это не системная политика Пока что Ну хотя бы так За двадцать лет работы Вот два последних года Получаем Ну мне кажется Понимаете Представьте себе Что вы хозяин У вас есть золотая жила Просто вы вот сидите на золотой жиле Бьет из-под камня И вдруг вам Кто-то Со своей швейной машинкой Рядом топчется Вот вы знаете Я так понимаю Наше правительство У них тут валятся Огромные деньги От нефти и газа А они тут будут Нами заниматься Но это наивно об этом думать Я даже давно потеряла Как бы к этому интерес Вот к этим лоббирам У меня интересуют У меня интересуются По этому поводу Если позволите Да, пожалуйста Пожалуйста У меня А вот это непреодолимо. Это непреодолимо. Конечно. И не будет преодолимо. Пока баррель стоит столько, сколько он сейчас стоит. И пока не придумали новые источники. Нам нужно заставить. Слушайте, ну это иллюзия. То есть вот такое... Будем работать. Такое ощущение складывается... У нас есть правительство или нет? Оно занимается нефтью и нанотехнологиями. Такое впечатление из спора складывается, что спасение утопающих, дело у самих утопающих, То есть отрасль, которая не была с 90-х годов, она вот так выплывает сама-сама-сама, и никто ей помочь, к сожалению, не может. Вот у нас на сайте вопрос пришел. Напомню, финам.фм. Пишите нам на страничку программы Pro и Contra, а также звоните. Телефон в студии 65 10 99 6. Может быть, вам есть что добавить по этому поводу. Вопрос такой, почему в России не производят качественную ткань? Не умеют. Ну мы про ткань уже говорили, про производство. Но тем не менее, ведь, как сказал Александр, речь идет о том, что ведь многие страны, легкая промышленность стала локомотивом для экономики многих стран. Там и Турция упоминалась и так далее. Китай. Неужели мы не можем как бы в локомотивном плане еще запустить производство станков и так далее? Я считаю, нет, не можем. Потому что ведь, обратите внимание, какие страны, в каких странах локомотивом стало? Какой? Полтора миллиарда китайцев? Сколько там миллиардов в Индии? Сколько в Пакистане? Сколько в Турции? А у нас? Да у нас людей нет. Господа, у нас пустая страна, у нас границ некому охранять. Давно пора уже вообще понять, что у нас ЧП. Я считаю, что у нас ЧП вселенского масштаба, у нас людей нет. И, извините, как говорится, наши бабы столько уже не нарожают. Все. Нам давно пора открыть вообще все границы и принимать всех, кто сюда хочет приехать. А что вытворяет правительство опять, да? Тут, господи, спасибо узбекам, которые хоть сидят на педаль, нажимают на машинке. И здесь же всякие препоны. Причем, что вытворяют с квотами? Ведь квоты налево продают, аффилированным компаниям своим, понимаете? А потом заставляют нас за 20 тысяч эти квоты покупать. У левых фирм. А у правительства квот нет. Они нам объявляют, квот нет. Ну, пожалуйста, вот на те вам телефоны Ивана Ивановича, вот фирма, у них квоты есть. Это же безобразие полное, понимаете? Даже здесь, даже в мелочах ужухать норовят. Александр Алексеевич, у вас какое-то замечание? Здесь такое замечание. Вот я приведу конкретный пример. Вот мы во многом свою одежду производим из бифлекса. Бифлекса такая синтетическая ткань с лайкра. 80% полиамидов, 20% лайкра. Значит, эти все фабрики находятся в Европе. Три из них в Италии, в Англии, в Манчестер. И там, я не знаю, закрылся или нет, фабрика в Испании. Значит, если такую фабрику построить в России, если такую фабрику построить в России, и вложить, и даже большие деньги, и так дальше, она не сможет выйти на рентабельность, потому что не будет столько потребителей этой ткани в России, сколько она должна производить, чтобы быть рентабельной. Даже в Италии, которая обеспечит бифлексом весь мир, фабрика Филатичи закрылась. Она не выдержала вот этого кризиса 2008 года. Она закрылась. Там осталось сейчас три фабрики. И филиал от фабрики Карюка, который открылся в Китае, допустим. Вот. Поэтому есть вот такая одна проблема с этой точки зрения. То есть ткани, и плюс ткани, дизайнерские ткани, которые для одежды высшего уровня. Здесь тоже нельзя ее наладить, производство, потому что она же дорогостоящая. Потому что для нее бутиковый сектор, он очень узкий. Вот в чем такая проблема. Понятно, что, как сказала Яна, в Китае внутреннее потребление нужно одеть миллиард, плюс там еще Индия, ряд и так дальше. И плюс они стали на своих огромных предприятиях, они стали сразу шить на весь мир. Очевидно, рентабельно очень стало строить любые, любую ткань там можно найти. Да, мы ее там не покупаем, мы не работаем на китайском сырье. Но когда они обсувают весь мир, значит, очень большая рентабельность. За счет этого снижается очевидно себестоимость этих тканей. Поэтому, но с другой стороны, почему мы упустили, например, производство шерстяных, ткань, я понимаю, там синтетика или для каких-то узких сверстей. Ну и льнов, и льнов на корню скупает Турция. Понятно, да, понятно хлопок. Да, понятно, хлопок сырье осталось в Возбеке Среди Азии. Ну да. И там этот, ну а эти, а шерсть, например. Ну, хотя сейчас придется нам хлопковой ткани, вот трикотаж из хлопка покупать частично в Турции. Вот, потому что наш или тут сырье, которое производится, оно как бы не очень. Даже на детский ассортимент мы его, к сожалению, пока стараемся не использовать. Александр Глебович, вы что скажете, вы на каком сырье работаете и каковы... Ну, работаем мы на импортном сырье, естественно, совершенно согласен с Яной. Каждая резиночка к трусам. Хотя трусы мы делаем, и одни отличники покупаются, но каждая резиночка и каждая тряпочка приводятся из-за границы. Это, к сожалению, тут так. В то же время, я могу сказать, что я знаю по трикотажному сабвику в городе Ярославле, был там, видел, они отличника вяжут трикотажное полотно с шерстью, не с шерстью, с синтетикой. Вот, да, машины для этого применяются импортные, но у нас их и не было никогда так по-хорошему, таких машин. Но в то же время вязать можно, вязать можно с прибылью. И, в общем и целом, надо только этим заняться. Я абсолютно убежден, что если это станет приоритетом в государственной политике, скажем так, то все будет решено, все можно решить, никаких сомнений даже. Понятно, но вот вы видели эту фабрику лично, скажите, ну насколько она готова обеспечивать, так сказать, отечественных производителей одежды своим сырьем? Какие она может дать объемы в итоге? Яна может свою... Яна, нет, Яна, эта ткань не подойдет. Да, мне эта ткань точно не подойдет, но все-таки больше европейская ткань. А вам подойдет? Мне подойдет, я знаю, эта ткань, да, это конкурентоспособная, хорошая ткань. Да, я знаю, правильно Александр Глебович сказал, что... Все можно сделать, все можно сделать, да. Ну это очень, пока мы дождемся поддержки государства, мы можем уже не увидеть эту поддержку. Жаль только, жить в это время прекрасно. Да, к сожалению, нужны механизмы, чтобы работали механизмы, вы нам, как мы раньше говорили в 90-х, Александр Глебович, мы раньше говорили, вы нам не мешайте, мы сами поднимемся. Прощаемся с Александром Малюкиным, большое спасибо, сейчас уйдем на новости, вернемся буквально через полторы-две минутки. Про и контроль. Говорим сегодня о том, все, чем живут российские производители одежды, проблемы их, печали, заботы. Покупаете ли вы российскую одежду? Почему? Это вопрос я адресую нашим радиослушателям. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 65 10 99 6, код города 495. Покупаете ли вы российскую одежду? И почему? Или почему не покупаете? Может быть у вас есть контр-заявление по этому поводу. Пишите также нам свои замечания на сайт finam.fm, страничка программы про и контр. Небольшое отступление, вопрос к Яне. Видимо, какой-то специалист пишет, Евгений, как вы утилизируете свои стоки? У вас есть стоки? Стоки есть у всех. Стоки, это я понимаю, речь идет о магазинах, где по продаже, где стоковые продажи. Нет, нет, это остатки коллекции после сезона. Но как все фирмы, в январские идут скидки. У нас все уходит в скидки, например. А ваша одежда покупает за границей? Покупает. У нас интернет-магазин есть. И вот, кстати, вы говорили, скатерть кто-то тут посылал, да, и не мог послать. Александр Малюгин, да. Да, да. А вы знаете, а мы почему-то очень удачненько все посылаем. У нас очень много француженок, ну, наших соотечественниц, которые живут во Франции, покупают нашу одежду и через интернет-магазин. Поэтому как-то у нас с этим все благополучно. Да, но это... А вот, кстати, вопрос в тему пришел прямо от Тимофея. Реклама. Какие рекламные кампании проводятся и как идет работа в интернете? Ну, вот вы сказали, что у вас интернет-магазин... Ну, во-первых, у нас журнал свой. Вы знаете, мы тоже, как бы, прикинули, сколько стоит рекламный полос в журналах. И мы в результате сделали давно уже свой журнал. Когда-то, много лет назад, это был каталог, а теперь это очень веселый, очень хороший журнал, где наши коллекции печатаются, да, и он печатается довольно большим тиражом и раздается в наших магазинах нашим покупателям и так далее. Очень неплохая реклама. А какая отдача? Вы как-нибудь пытались прощать? Конечно, конечно. Там при раздаче, например, тысячи номеров журналов, да, к нам приходят где-то 30% покупателей, которым мы раздали этот журнал. Я считаю, это неплохая отдача. Александр, у вас что делается, как быть? Я понимаю, что вот вы говорили о проблемах сетей, что надо заставить сети и так далее. Может быть, вот подумать в этом направлении? Может быть, попробовать... Тем более, что, например, детская одежда, которой вы тоже занимаетесь, да, насколько я понимаю, она очень часто продается через интернет-сайты, потому что мамы сидят дома с детьми, и им, в общем, некогда ходить по магазинам. Нет, будучи за интернет-магазинами в большей степени в зависимости от ассортимента, больше или меньше, это вне сомнения. Особенно недорогая одежда, так вообще с удовольствием. И мы начали доставку по Москве и под Москву сейчас. И перед Новым Годом, удивительно, но перед Новым Годом, например, удивительно, мы продали очень много купальников больших размеров с доставкой на дом, с примерками и так далее, что-то подобное. То есть, это удивительно, я не ожидал, что будет так. Это один из плюсов, как мы сможем конкурировать с теми же азиатскими производителями, потому что то, что производится здесь, это будет намного удобнее. Они могут выбирать, заказчики могут выбирать модели, могут выбирать цвета. Мы можем оперативно это всё производить. Здесь нам немножко повезло, хоть в чем-то. Но на самом деле, конечно, много для фабрики, которая производит десятки тысяч изделий в месяц через интернет-магазины, мы, конечно, много не продадим. Здесь однозначно нужно, чтобы были крупные оптовые сети и крупные покупатели для оптов. Здесь пока однозначно. Хотя нужно экспериментировать. И здесь большой плюс через интернет-магазины, мы получаем ответную отдачу, ответную реакцию. Правильно, Яна? Потому что если мы не увлекаемся своей розничной сетью, то мы должны узнать, насколько нравятся наши модели покупателям, послушать все критические замечания, советы, пожелания и вообще, что люди хотят, чтобы нам идти хотя бы с небольшим опережением. — Хотелось задать вопрос сам, но задам его от имени Петра, который написал нам на сайт финам.фм. К обоим гостям вопрос он адресует. Какой ценовой категории? Ну, мы уже говорили немножко о ценах, да? Насколько вы, я чуть его переформулирую, насколько вы в состоянии подстраиваться под конъюнктуру рыночную, да, варьировать цены? В том числе при помощи интернет-продаж, потому что для них не надо, понятно, держать там магазин продавцов, ну, то есть прибавочный. — Ну, у нас, например, очень такое живое предприятие. Мы как раз почему и выжили, я считаю, и, в общем, неплохо живем сейчас, потому что мы очень гибкие. Я считаю как раз, что громадное вот время громадных таких компаний, оно прошло. Все-таки это вот массовая одежда, она тоже, от нее люди устают, да, поэтому, мне кажется, более поворотливые такие средние предприятия, такое, как у нас, оно более выгодное. И также по ценам, вы понимаете, мы можем варьировать ценами, мы можем себестоимостью варьировать проще, понимаете, попроще. — Ну, вот вы сказали, у вас платье 7-8 тысяч стоит. — Да, 6-7 тысяч, да. — 6-7 тысяч. Ваше пальто сколько стоит? — Наше пальто, смотря для какого, если для бутика, то наше пальто будет стоить дорого, оно может стоить и 15 тысяч, смотря какое сырье. — Ну, средне сырье. А так пальто мы можем спошить где-то от 5 до 10, до 12 тысяч. Блузки, рубашки, юбки, там тоже нужно смотреть. Если заказчик приходит и у него сеть бутиков, это высокие цели. Мы сейчас не говорим про заказчика, мы говорим про конечного потребителя. Для конечного потребителя сколько это будет стоить. А сравните теперь это все с привезенным, например, из Китая. Ну, например, такого же уровня одежды, вот такого уровня по качеству, по дизайну, как у нас, вы знаете, она не меньше полутора тысяч евро вообще в Европе стоит. Вот так по моим исследованиям. Я очень внимательно смотрю за одеждой. Полторы тысячи евро это... Да, вы знаете, за 300 евро это платьица кривой, косой, без подкладочки. И сшита так себе из 80% полиэстер. А у нас натуральная ткань, платье на подкладке, вылизанное, что называется, в каждый шовчик и изумительного дизайна. Поэтому, знаете, тут, я думаю, все-таки еще играет вот эта брендомания российская, когда, знаете, ах, оно французское, ах, оно итальянское. Все-таки играет еще пока. А у вас что, Александр, как вы думаете? Насколько вы можете с китайцами, там, с индусами конкурировать? Ну, только по сложных изделиях. По сложных изделиях или те, которые невыгодно совсем вести. Например, я хочу сказать, что конкуренцию по купальникам маленьких размеров, 42-го по 50-й, я считаю, что в ближайшее время нам даже нечего там планировать, что мы сможем им составить конкурентную борьбу. Они уже здесь продаются в рознице 250 рублей. У нас себестоимость вышла. Невозможно. Это уже все. Эта тема уже их. Как они умудряются делать так дешево, приличного качества, я вам хочу сказать, даже на чашечках раздельные купальники, но 250 рублей. Это вообще. Сейчас у меня есть по этому поводу ремарка. Сейчас мы вернемся к ней. Ян, вам вопрос адресован от молодого дизайнера Алины. Как вам попасть работать? Вы знаете, позвонить мне и все. Я очень открыта для всех, для молодых. С удовольствием беру на практику, кстати сказать. С удовольствием обучаю, но предупреждаю, что я очень жесткий человек. Я сама поработала в Америке, поработала во Франции, поэтому, вы знаете, я буду требовать, чтобы работала как в Европе, а не как в России. Алина, внимательно, осторожнее. Поэтому, Алина, пожалуйста, звоните, но подумайте, со мной очень сложно работать. Яна Нинзветская. У нас на связи еще, на телефонной связи Алексей Павлович. Алексей, здрасте. Здравствуйте. Очень хорошая у вас передача, и пожелаю только успехов вашим гостям и вам в этом деле. Спасибо. В возрождении нашей легкой промышленности. Я бы хотел сказать вот о чем. Я, поскольку и сам пенсионер, и внуки растут, да, я предпочитаю, например, одеваться, так сказать, в наше российское. Но вот с политикой ценообразования, это не столько зависит от ваших гостей, как от производителей, сколько от продавцов этой продукции. Вот реальный пример. Недавно побывал в Иванове, нужно было купить рубашки внукам. Наши обычные, воздействительно, отланки, там, утепленные, неутепленные, бязевые и так далее, да. Вот то, что там стоит у них 70 рублей, у нас порядка 200-400 забежать в наши Вашаны, в Реалы, висит, извините, такое, да, что смотреть точно, цены совершенно бешеные. И даже то, что у нас появляются ивановские вот изделия, да, мужские на рынках здесь, в Москве, по сравнению с тем, что там производится, какие-то поднебесные цены, висят две одинаковых рубах, корейская и ивановская, да, наши 500, корейская 300. Ну, конечно, человек с небольшими доходами будет брать корейской. Хотя по качеству, я так думаю, что наши все же лучше. А вот если Александр Черный откроет, фирма Александра Черного откроет свои магазины, вы, Алексей Павлович, сможете ходить к нему и покупать рубашки для детей у него? У нас есть салон-магазин на фабрике, Петровско-Размутский проезд, дом 23, салон-магазин при фабрике, там есть вещи на распродаже, которые стоят 50 или 100 рублей. И не надо ездить в ванну. И не надо никуда ездить, там можно даже заказать и все. Но с точки зрения цены, приходят детские дома, я хотел сказать, приходят детские садики, которые хотят одеть группу на родительские деньги. И у родителей не всегда есть деньги, чтобы одеть дорогостоящие платья для выступления перед Новым годом или одежду полностью для физкультуры. Всегда можно найти недорогое сырье и сшить это все качественно. И так, чтобы получить от этих детских студий, детских домов, танцевальных коллективов только благодарность. Вот, мы можем это все... У нас есть даже такая коллекция этих благодарственных отзывов именно от детских и других коллективов. Хотел вернуть вас к теме, задать вопрос. Мы говорили о том, что после развала Союза, понятно, да, были нарушены цепочки технологические и прочее. Но есть, например, пример в нашем СНГ пространстве, который сохранил очень многое из советской эпохи. Это Беларусь. В том числе Беларусь производит и свою одежду. И очень активно ее продвигает. Почему? Нет, ну они опять же очень много работали для Америки и для Европы. Во-первых, они получали дешевый российский газ, извините так на минуточку. Если бы они платили как Украина, вряд ли бы у них были выгодны эти фабрики. Поэтому там очень много других условий совершенно. И плюс помогает батька-то своим-то. Да, я хотел добавить конкретный пример с белорусской фабрики. Например, Бабульский трикотаж. Есть такая фабрика, которая находится далеко от Минска. Они выполняют заказ для германской армии. Для бодусфера. Для бодусфера. Да, да, да. Но дело в том, что правильно я сказала, что сырьем-то помогает. С сырьем правительство или батька помогает. То есть так или иначе. Или оно резервируется, или оно закупается по каким-то льготным там курсам. И так дальше и тому подобное. И потом обратите внимание, если мы опять же придем на выставку. Текстильная легкая промышленность. Центральная выставка, которая проводится два раза в году. Белорусские фабрики в этом павильоне. Возьмем 75-й там павильон. Два ряда. Десятки эти фабрик. Стендики там. То есть они приехали с Белоруссой к нам. Наших-то сколько. Потом идут турецкие ряды. Потом итальянцы стоят с купальниками. И наших совсем нет. Ну наши встречаются. Как же. Нашим просто не нужна эта выставка. Мы, например, там не участвуем. У нас хватает клиентов. 65-10-99,6. Худгорода 495. Светлана. Алло, здравствуйте. Говорим с вами. Алло, здравствуйте. Хочу сказать по поводу китайских купальников. Покупала, пользовалась. Просто плаваю в бассейне. И могу сказать, хватает на два месяца. Он весь тянется, сечется. Качество ужасное. А вам дешевле покупать каждый раз новый китайский? Или один раз за... Или один раз... Я бы с удовольствием купила бы один нормальный купальник, который мне хватило на сезон. Мне же я буду каждые два месяца выкидывать по 250 рублей. Так что попрошу в конце передачи, пожалуйста, я только вот как бы включилась. Ну, хотя бы телефоны вот этих фирм, вот дамы выступают. К сожалению, вы можете это найти все на сайте, на нашем. Да, у нас остается совсем мало времени, буквально по 20 секунд. Что нам делать? Какие первичные хотя бы шаги по выходу из этой ситуации есть? Я считаю, работают. Просто работают, как я работала 25 лет. Все, я другого пути не вижу, я ничего не жду от государства, не собираюсь и не считаю, что оно мне что-то должно. Победим, как китайцы. Просто работают. Просто работать надо. Медленно-медленно. В сегменте, да, медленно-медленно спустимся с горы. Да, Константин, если мы пережили 98-й год и 2008-й, то уже, как говорит классика, не дождетесь, да? Вот, своими силами. Так что... Спасибо огромное. Это была программа «Про и Контро». Встретимся ровно через неделю. С вами был Константин Андреев. Хорошего вам дня. Сегодня, напомню, говорили о производстве одежды. Оставайтесь на 99.6.